Здравствуйте! Редакция программы «Жесть» вышла из отпуска и приступила к работе. О самых горячих новостях Омска по будням буду рассказывать вам я, Анастасия Лаврова, сегодня в выпуске. Несогласные будем обжаловать, кого не устраивает приговор, который вынесли экс-чиновнику Дубину за взятки. Нетривиальная сельская история, за что житель Знаменского района убил и расчленил троих нагородцев. И бывший наркополицейский с партией «Героина», почему родственники уверены в невиновности майора УФСКМ. Итак, сегодня на скамью подсудимых сел бывший сотрудник Омского наркоконтроля Владимира Крайзера обвиняют в контрабанде героина. По версии следствия, особо крупную партию порошка Крайзер приобрел для продажи. Прокурор считает, что для вынесения обвинительного приговора собраны все доказательства, однако родственники бывшего оперативника уверены, его подставили. Из зала суда наш репортаж. Бывшего майора УФСКН по Омской области Владимира Крайзера в наручниках из СИЗО доставили в суд. В коридоре группа поддержки. Родственники не видели Владимира с мая. Супруга подсудимого Анастасия не в силах сдерживать эмоции. Со слезами на глазах женщина расскажет, что ее муж, участник боевых действий в Чечне, сотрудник милиции, а после госнаркоконтроля стал жертвой произвола. Столько всего, всяких наградств. А сейчас вот в один день, в один день просто, 21 мая, привез на работу, уехал на свою работу. А 22-го, вот, пожалуйста, опасный преступник у меня, супруг. Что он сам говорит? Да он ничего не говорит. Меня долгое время вообще к нему не пропускали, потому что мой паспорт куда-то дели. Из машины у него. Машина, по версии следствия, под управлением Крайзера пересекла границу Казахстана. Автомобиль прошел досмотр и въехал на территорию Омской области. Тут его и остановили. В багажнике три свертка, в них полтора килограмма героина. Задержали двоих, Владимира Крайзера и его друга. В прошлом также сотрудника УФСКН. По делу он проходит свидетелем. А вот Крайзеру предъявили обвинение по двум статьям. Контрабанда наркотиков в особо крупном размере и незаконное производство, сбыта или пересылка запрещенных веществ. Он вину признал. Вместе с тем пояснил, что наркотические средства ему передали некие люди в Казахстане, которые забрали у него автомобиль в Омске. И чтобы вернуть автомобиль, они воспользовались его услугами, чтобы перевести данные наркотические средства. Бывший наркополицейский Крайзер воспользовался старыми связями, чтобы улучшить свое материальное положение. В качестве предоплаты за партию героина он пригнал в Казахстан автомобиль Toyota Camry. Однако этого поставщикам оказалось недостаточно. Тогда Крайзер перечислил продавцам еще 450 тысяч рублей. Таковы материалы уголовного дела. Сторона защиты с ними не согласна. Поймите самое главное, что если обвинять в контрабанде, и не задействовать службы другого государства, и говорить о том, что поступила некая оперативная информация, все уголовные дела, все уголовные дела направлены во все районные суды, областной суд и вообще по России. Такая практика, что поступает всегда некая оперативная информация. Даже без ссылки на конкретные источники. Пусть они даже секретные, коды пусть будут присвоены, ничего предоставить не могут. И людей просто судят по сути. Как, я не знаю, какое-то жребие выпадает. В ходе расследования уголовного дела Крайзер признался, наркотики действительно перевозил через границу, но не для дальнейшей продажи, а в качестве курьера. Только за одно преступление ему грозит до пожизненного лишения свободы. Суд определит дальнейшую судьбу экс-майора УФСКН. Учтут и смягчающие обстоятельства наличие семьи, ребенка и положительную характеристику с места службы. За четыре года до задержания Крайзер уволился по собственному желанию. Судебный процесс продолжается. Адвокаты бывшего чиновника Дубина подали апелляционную жалобу. Правозащитники, экс-директора депобразования Омска и сам Илья Дубин не согласны с решением суда. Напомню, в июле Инна Ермолаева приговорила Дубина к четырем годам колонии строгого режима, пяти миллионам рублей штрафа, конфискации имущества и запретила занимать государственные должности. Дубина признали виновным в получении взятки на сумму почти 900 тысяч рублей за помощь в заключении контракта на поставку йогуртов в омские школы. Еще до оглашения о приговоре адвокат Александр Деревянко заявил, что намерен обжаловать обвинительный вердикт. Я полагаю, что мы пройдем все стадии обжалования данного судебного акта, предвосхищать который я сейчас не буду. Но в любом случае позиция защиты будет такова, что бой еще впереди у нас. Апелляционную жалобу Дубина рассмотрит Омский областной суд. Прокуратура же в лице гособвинителя Яны Пугаевой заявила, что вердикт суда первой инстанции их вполне устраивает. Когда состоятся новые баталии, по тому же делу Дубина пока неизвестно. К другим темам региональный следком обнародовал подробности тройного убийства в Знаменском районе Омской области. Предпринимателей из Тюмени нашли расчлененными в поле. По подозрению задержали 28-летнего местного жителя Игоря Ющенко. Следователи записали его признание в особо тяжком преступлении. Я дернул, машина закрыта была. Он спал. Я перевернул ружье, ударил в форту, он поднялся к вам, я его застрелил. Игорь Ющенко на проверке показаний на месте спокойно рассказывает, как расправился со спящим предпринимателем. Целился в грудь, чтобы у того выжить не было шансов. После он перезарядил обрез и произвел еще два выстрела. Жертвами стали компаньоны погибшего. Я заултан, тот, кто не поднялся, я встал. Позже, как установили следователи, Ющенко погрузил тела в машину и вывез в поле, где расстленил их. Отрезал погибшим головы, руки и ноги. Фрагменты тел раскидал, попытался замаскировать в траве. Орудовал Ющенко ножами, которые погибшие предприниматели планировали продать. Мотивом жестокого убийства, выяснили сыщики, стал конфликт подозреваемого с приезжими незнакомцами накануне. Надо сказать, что они все ранее судимые были. И на этой почве у них возник конфликт. И приехавшие из Тюменской области потерпевшие вывели нашего подозреваемого на улицу, где двое держали за руки, а третий помочился на него, тем самым оскорбив и унизив его. Честь и достоинство ценой жизни трех человек. У погибших мужчин остались семьи и дети. За тройное убийство с особой жестокостью Ющенко ждет пожизненное заключение. И последнее. Омский Россельхознадзор уничтожил первую партию санкционных фруктов. Киви, грейпфруты, гранаты из Нидерландов и Испании обнаружили в ходе рейда по торговым точкам. Напомню, с 6 августа в России действует указ президента о немедленном уничтожении сырья, продовольствия и сельхозпродукции из стран, присоединившихся к санкциям против России. На сегодня у меня все. Напомню, конкурс на лучшее зрительское видео продолжается. Ждем ваши видео и фотоматериалы на электронную почту программы. Не забывайте в письме указывать номер контактного телефона. В конце месяца подведем итоги. За лучшую новость мы заплатим. Увидимся завтра. Будьте осторожны. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин